МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вторая жизнь". В Благовещенске запустили в работу мусоросортировочный завод. Первую партию отходов уже распределили. Зелёный свет. Ещё один участок улицы Воронкова открыли для проезда. До сдачи объекта осталось три недели. Кузница талантов. Центральная детская школа искусств готовится отметить вековой юбилей и строит планы на будущее. Обо всём более подробно прямо сейчас в эфире «Город». Здравствуйте! Первые 3,5 тонны отходов отсортировали на заводе «Благэко». Мусоросортировочное предприятие в районе 10-го километра Новотроицкого шоссе начали возводить в 2011 году. К сдаче завод был готов в июле 2020-го. Сегодня появилась эксплуатирующая компания. До полного оформления юридических документов владельца предприятия власти пока не называют. Но на первый запуск конвейера журналистов пригласили. Об историческом моменте, о том, как устроен «Благэко» Кристина Слепцова. Пока то, что выгрузили из мусоровозов, просто несвежая куча отходов. Но уже через час, пройдя через цепочку конвейеров, дурнопахнущая масса превратится в ценное сырьё. Но до того, как мусор попадает на ленты конвейера, его разбирают вручную. Из 16 кубометров твёрдых отходов рабочим нужно убрать хвост. Так на заводе называют негапаритный груз. Его отправляют на полигон ТКО. К сожалению, у нас в городе ещё не настроено, раздельного сбора нету. Поэтому у нас едет сюда всё подряд. И случается, что приезжают и телевизоры, и табуретки, и диваны, и всё такое. Что, соответственно, недопустимо пустить на ленту для сортировки. Оно просто заблокирует и не даст возможности сортировать. Сортируют отходы в первую очередь по фракциям. Из мелких с помощью магнитов отбираются металлические детали. Всё остальное утилизируется. Средняя фракция проходит через приборы, которые сами отделяют нужный материал. Крупный мусор по лентам уходит в кабинки. Там ручная сортировка. Рабочие отбирают каждый свой материал. Один отвечает за стрейч-плёнку, второй за пластик, третий – картон. Так называемый полезный мусор, который подлежит дальнейшей переработке, скидывают в контейнеры. Из контейнеров, пластик, алюминиевые банки, пакеты, органика уходят каждый на свою ленту. Оттуда под пресс. Кубами их будут увозить с завода и давать вторую жизнь. Макулатуру станут увозить в Уссурийск на бумажный завод. Весь полимерный пластик на Челябинском заводе превратят в текстиль. Стекло поедет на переплавку в Новосибирск, а биологические отходы станут использовать для компоста. Им, например, можно пересыпать полигоны ТКО. Это уже второй шаг к будущему раздельному сбору мусора, потому что сегодня региональным операторам установлено 9 контейнеров для раздельного сбора пластика в городе. Мы будем смотреть, как работают люди, как люди неслись к этой идее и как они её поддержат. Ну а второй этап, большой этап, важный этап для нас и для области в целом – это начало работы этого мусороперерабатывающего комплекса. В планах руководства завода перевести его на круглогодичный режим работы и сортировать в год больше 40 тысяч кубометров мусора. Это позволит значительно увеличить объём перерабатываемых отходов и сократить число свалок. А значит, сохранить экологию. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». И к другим темам. Перекрёсток улиц Калинина и Амурская из-за ремонта перекрыли для движения транспорта. В связи с этим маршрутные автобусы «Кольцо» и «Тройка» изменили схему движения. Теперь они, не доезжая по Амурской до Калинина, поворачивают на Богдана Хмельницкого. Оттуда выезжают на Горького и дальше передвигаются по обычной схеме. Как долго она будет работать, пока неизвестно. По изменённому маршруту будут передвигаться и автобусы 39-й линии из-за полного перекрытия улицы Амурской между Новой и Артиллерийской. Он выглядит следующим образом – Ленина, Мухина, Горького. И дальше по прежнему пути. Что касается ранее перекрытых участков, то для движения транспорта уже полностью открыта улица Красноармейская. По Пионерской авто пустили лишь по полосе в сторону Октябрьской. В направлении Горького участок пока по-прежнему перекрыт из-за ремонтных работ. Есть хорошие новости и для автомобилистов, живущих в микрорайоне. Отрезок улицы Воронково от Кантемирово до Новотроицкого шоссе открыли для движения утром 9 октября. Чтобы успеть к 8 часам, дорожникам пришлось всю ночь напролет укладывать финишный слой асфальта. Как это было, что еще предстоит сделать и где вскоре начнут застилать новую дорожную одежду, узнаете из сюжета. Под светом прожекторов-софитов на сцене участки улицы Воронково главную роль исполняет асфальтоукладчик. Наносит на будущую магистраль финишный слой дорожного покрытия. За соблюдением технологии наблюдает Дмитрий Чумаков. Его главная задача – следить за нужной толщиной укладываемого асфальта и его беспрерывной подачей. На дворе хоть и 21 век и вкалывают роботы, но все равно нужен человек. По приборам идем просто. Есть показания, которые считывают датчики. Они делают подачу асфальта. Сам процесс он не только в асфальтоукладчике. Есть моменты, когда приходится вручную работать, что-то исправлять, что-то… Ну, где укладчиком не залезешь. Приходится лопатой работать. Работают на участке улицы Воронкова от Кантемирова до Новотроицкого шоссе два десятка дорожников. На отрезок магистрали протяженностью порядка 580 метров уйдет около 1200 тонн асфальтобетона. Однако укладка новой дорожной одежды – лишь часть работ, которые провели здесь. Была сделана укладка, во-первых, линия канализации, установка дорожного бортового камня. Была разработка старого асфальтобетона, замена дорожной одежды. Ну и укладка нижнего слоя, поднятие колодцев, ливневой канализации под проектную отметку. Ремонт улицы Воронкова идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Следующим участком магистрали, где приступят к укладке асфальта, станет отрезок между улицами Василенко и Тепличной. Но с этого участка рабочие пока не уйдут. Работа здесь продолжится. После того, как дорожники уложат асфальт на участке улицы Воронкова от Кантемирова до Новотроицкого шоссе, им предстоит замостить плиткой более полутора тысяч квадратных метров тротуаров. Разместить леерные ограждения и нанести разметку. Алена Левкалова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Более 20 звонков поступило в колл-центр акции «Город-берегу» за 7 дней, что он работает. Обращения благовещенцев принимают сотрудники молодежного центра «Выбор». Записывают на субботник как жителей, так и целой организации. Достаточно определиться с местом уборки и количеством необходимого инвентаря. Помимо этого, операторы готовы ответить на все вопросы, касающиеся осенней уборки Благовещенска. Чаще всего звонят и интересуются, а что листья нельзя убирать в этом году. Но мы пытаемся как-то корректно объяснить, что нет, листья убирать нужно, но в парковых зонах это нежелательно делать. Если вы убираете в парковой зоне, то необходимо убирать дорожки, облагораживать территорию. Принимать звонки в центре намерены вплоть до 10 октября с 9 утра и до 7 вечера. Его номера на экране. До старта же акции «Город-берегу» остался один день. Вековой юбилей отметит 13 ноября Центральная детская школа искусств города. Этот год для всех воспитанников и педагогов значим не только солидной цифрой, но и тем, что спустя 100 лет учреждению вернули имя основательницы первой музыкальной школы Благовещенска Марии Кнау в Каминской. Чем сейчас живет учебное заведение, чем гордиться и какие планы строить на будущее, расскажем в сюжете. С самого утра в детской школе искусств из каждого кабинета доносятся звуки музыкальных инструментов. Илья Алферов отрабатывает этюд Людвига Шитте. Мальчик три года занимается в ЦДШИ. В свои 8 лет уже принимает участие в профессиональных конкурсах. Пока, правда, только дистанционно. Но это не смущает юного пианиста. На эту жизнь у маленького дарования большие планы. Я люблю детскую школу искусств, потому что в ней можно и общаться со всеми, и потому что тут учишься чему-то. Хочу быть похожим на Дениса Мацуева. Другая ученица школы искусств Грануш Мурадян не представляет своей жизни без скрипки. На ней играет уже 8 лет. В лиричное звучание инструмента говорит влюбилась, когда пришла записываться в школу. И больше расстаться с ним не смогла. Подлинная любовь к скрипке помогает девочке на сцене. В Питере играла, в Петербурге. В прошлом году, по-моему, это было. Заняла третье место. Международный конкурс был. И там из всех городов приезжали туда. Как бы конкуренция у меня была сильная, такая серьезная. Побеждать в конкурсах различных уровней для воспитанников школы не ново. Она дважды входила в топ-50 лучших детских школ искусств России. Секрет успеха, говорят, здесь, в общем-то, и не секрет. Профессиональный коллектив, любовь к искусству, детям, трудолюбие. А еще не стоять на месте, двигаться, развиваться. Причем развивать здесь готовы не только своих воспитанников. Знаниями и навыками намерены делиться со многими детьми. С 1 октября школа приступила к реализации таких программ, предпрофессиональных программ по пяти специальностям совместно с Центром выявления и поддержки одаренных детей Амурской области, ВЕГА, Министерства образования и науки Амурской области. Это будут не только долгосрочные образовательные программы, но и интенсивные курсы, профильные смены, куда будут съезжаться дети Амурской области. К своему столетию ЦДШИ подходит с завидным результатом. Порядка 900 учеников, музыканты, художники и театралы. В стенах школы бывают именитые гости. Например, оперная певица Любовь Казарновская и пианист Юрий Диденко. А еще выпускники поют и играют на многих знаменитых площадках не только России, но и мира. Анжелика Павлова, Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Интересные истории о папах ждут в Благовещенском ЗАГСе от ребят. Здесь запустили конкурс «Отец. Это звучит гордо». Принять в нем участие приглашают юных горожан от 7 до 18 лет. В своих работах они должны рассказать об интересных историях или воспоминаниях, связанных с папой. Например, как вместе играли в футбол, гуляли по лесу или попали в маленькое приключение. Рассказы, подкрепленные фотографиями, можно присылать на электронную почту ЗАГСа до 18 октября. Организаторы обещают разместить их на семейном портале Амурской области. Авторов самых интересных рассказов о папах наградят дипломами и грамотами. В предстоящие выходные коллектив нашей редакции предлагает отдохнуть у телевизора и вспомнить главные события минувшей недели. В этом поможет получасовая программа «Город. События. Люди». Анна Евгеньевна может помочь, когда ты выходишь в доске. Ну, то есть, чтобы не ставить там, допустим, человеку два, ну, помочь как-то поставить три, например, даже. Какое вознаграждение получили молодые городские учителя к профессиональному празднику? Кому в Благовещенске поставили первую вакцину от коронавируса? И почему подрядчик, работающий на Калинина, еще не закончил укладывать асфальт? Ответы не только на эти, но и многие другие вопросы в сюжетах наших корреспондентов. Они разузнали все в деталях. Итоговый выпуск «Город. События. Люди» смотрите в субботу после шести вечера. В воскресенье его дважды повторят. Еда – это наука или нет? Разобраться в этом вопросе телезрителям канала «Город-24» помогут ведущие документального цикла о кулинарии «Наука есть». Его показ начнется на нашем канале в понедельник. Первый фильм покажем в 15.10. Не пропустите. Я же с вами прощаюсь и напоминаю. Звоните в редакцию, присылайте на наш WhatsApp свои интересные истории, фото и видео. И они станут новостями в программе «Город». Хороших вам выходных и до встречи в эфире. В субботу 10 октября в Благовещенске утром густой туман. Туман и ливень. Воздух прогреется до плюс 10. Юго-западный ветер в порывах будет достигать 6 метров в секунду. Днем он наберет силу. Потеплеет на 4 градуса. Переменная облачность. Вечером облака полностью затянут небо. Плюс 10. Практически незаметно будет дуть с юго-запада. Ночью ветер сменит направление на восточное и усилится до 5 метров в секунду. Станет прохладнее на 3 градуса. Полюбоваться на звезды не даст густой туман и тучи. Они принесут дождь. Атмосферное давление будет стабильно держаться в пределах нормы 748 мм ртутного столба. Проведите выходные с пользой. Хочу пройти диспансеризацию. Знакомая сказала, что из-за ограничительных мер по коронавирусу сейчас нельзя пройти ни ее, ни какие-либо другие профосмотры. Подскажите, так ли это на самом деле? Первый на сегодня вопрос задала Виктория Захарова. Но, к сожалению, с марта 2020 года приостановлены все профилактические мероприятия, включая диспансеризацию. Поэтому, как только будут сняты ограничительные мероприятия, граждане могут пройти в плановом порядке диспансеризацию и профилактический осмотр. Что нужно при себе иметь для прохождения диспансеризации? Это, опять же, документы, удостоверяющие личность и полис обязательного медицинского страхования. Недавно зашел в аптеку купить таблетки от простуды. Заметил, что за несколько месяцев их цена выросла практически на 100 рублей. Подскажите, законно ли это и предусмотрено ли за завышение цен какая-либо ответственность? Такой вопрос поступил от Кирилла Чернышева. Ответственность предусмотрена в виде штрафа, размер которого для должностных лиц является в размере от 250 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц и организаций в двухкваратном размере излишней полученной выручки от реализации лекарственного препарата по завышенным ценам. Сумма данной выручки считывается за весь период совершенного правонарушения, но не более одного года. У меня есть задолженность по кредитам. Головной боли добавляют коллекторы, которые обрывают телефонную трубку звонками, угрожают. Подскажите, что делать? Не находит себе места Екатерина Прокопьева. Вся деятельность коллекторов, она законом урегулирована. И в случае, если коллекторы не нарушают данный федеральный закон, можно обращаться в службу судебных приставов, так как это надзорный орган. И в том числе незаконная деятельность может повлечь для коллекторов штрафные санкции от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Столкнулся с такой проблемой, что не всегда удается дозвониться в расчетно-кассовый центр, чтобы сообщить показания приборов учета. Подскажите, есть ли другие способы для их передачи? Ответа на вопрос очень ждет Александр Потапов. Действительно, на самом деле, очень много поступает обращений, что в пиковые дни нагрузки, а это с 23 по 25 число каждого месяца, клиенты нам не могут дозвониться, чтобы передать показания. Поэтому мы всем рекомендуем зарегистрироваться в нашем личном кабинете и передавать показания непосредственно там. Знаю, что в прошлом году библиотека имени Чехова совместно с Почтой России создавали аудиооткрытки. У меня тоже есть памятная открытка. Подскажите, куда обратиться, чтобы ее оживить? Такой вопрос мы получили от Павла Жирнова. Любой желающий может прийти к нам в библиотеку «Молодежную» по улице Комсомольская, 3 и рассказать о своей идее. Мы посмотрим, соберем своих социальных партнеров, с которыми мы реализовывали проект в том году. И если это будет интересно, то мы совместно еще раз оживим открытку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин